Основная проблема это все-таки кадры, специалисты на сегодняшний день. Это не хватает и ветврачей, и зоотехника на предприятии, есть такой определенный момент. Но сейчас дано поручение управлению моему, плотно отрабатываем с училищами и с институтами, где будут выпускаться специалисты сельского хозяйства для того, чтобы помочь укомплектовать молодыми специалистами коллектив. Основная задача потом для руководства, когда эти специалисты придут к вам в хозяйство, по распределению, это поддержать специалистов вам, как коллективу, это создать нормальные комфортные условия на производстве, чтобы этого ребенка где-то поддержать, помочь, подсказать. И они пойдут, и они останутся у вас. А задача основная руководителя создать нормальную материальную базу для этих детей. Это посмотреть, в каком состоянии жилье, обеспечить жильем, обеспечить уровнем оплаты труда. Ну и тоже, конечно, поддержать на первых парах. Потому что мы все были когда-то молодыми, все когда-то оканчивали вузы или какие-то другие заведения, тоже школу, тоже училище. И все приходили на производство и понимали, что многие моменты нам на скамье не рассказывали. И сталкивались с этим впервые и испытывали определенные трудности. Поэтому я буду тоже вот сейчас как раз будут проходить эти выпускные экзамены. Эти детки приедут к нам сюда. И я вот буду просить еще раз и коллектива, и руководителя, чтобы этих специалистов, которые придут к нам сюда в район, их поддержали. Ну, со своей стороны, конечно, я тоже оказываюсь в будущую поддержку. Я вот у себя увел, скажем так, такую методику от мониторинга жизни каждого специалиста, в каких условиях поживают, в каких условиях работают. Вот недавно, буквально месяц-полтора назад собирались мы с этими детьми, которые у нас уже здесь закрепились и общались. Ну, радует, что некоторые уже планируют остаться у нас здесь в Октябрьском районе по хозяйству работать. Как пример, даже вот вчера проговаривали, вчера встречались мы в Паричи с коллективом. И там тоже есть довольно-таки молодой энергетик, который хочет остаться работать, даже там. И вот вчера с руководством мы проговаривали, чтобы создали определенные финансовые условия, чтобы задержать этого специалиста. Вы сами понимаете, надо поддерживать таких людей, потому что без молодежи мы с вами никуда, нам надо развиваться. Наша молодежь – это наша опора в будущем. Поэтому я вижу, что у вас коллектив нормально развивается, нормально, уверенно работает предприятие. Еще раз повторюсь, конечно, не без проблем, не без трудностей. Проблема вторая – это кроме кадров, у которых специалисты, я как вижу у вас, или у нас, правильно бы сказать, на предприятии, это тоже рабочих специальностей не хватает. Особенно проблемные – это доярки. Есть такая на сегодняшний день тема. И основная задача, вот мы с ним проговаривали, и он проговаривает – это подумать, как создать более комфортные условия для работы. Я понимаю, что люди не должны думать о том, как достойно поработать, и как за эту достойную зарплату получить. Это должны мы обеспечивать. Это я, как председатель исполкома, и ваш наниматель – руководитель. По этому тему я эту знаю, а мы с ним обсуждали, какие-то подвижки сделаем. Я думаю, еще руководитель сам отдельно по этой теме остановится и скажет. Это то, что хотел о чем с вами поговорить, о этих вопросах. Что касается района, на сегодняшний день мы прошли определенный этап, это полугодие уже по району. Вы знаете, что оценка работы района, вообще район оценивается по показателям социально-экономическим, которые доводятся до района. Мы ожидаем, что по результатам полугодия район будет в первой пятерке районом по выполнению социально-экономических показателей, которые доведены до нас. Я еще раз говорю и говорю с остальными коллективами. Это первый квартал, тоже там был определенный рубеж. Мы попали в пятерку районов. Это Мозырь, Гомельский район, Гомель. Мы те, которые выполнили наибольшее количество социально-экономических показателей. Это благодаря, конечно, той работе, которую вы здесь непосредственно проводите, в том числе и на этом предприятии. Так что вот такие у нас в районе на сегодняшний день дела и перспективы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...